Возможно вы узнали мой лук из ПВХ трубы и заметили, что он теперь не белый, а камуфлированный. Так выглядит выстрел от первого лица. Это видео про зимние испытания моего разборного лука из ПВХ трубы и подробный рассказ про изготовление его камуфляжа. Сейчас на дворе минус 18 градусов Цельсия. Я замерз и потому так неловко собираю лук и натягиваю тетиву. Эту часть видео я показываю для тех, кто утверждает, что мой лук лопнет при отрицательных температурах. То, что лук не стал хрупким на морозе, понятно без всяких комментариев. Добавлю только, что я стрелял из этого лука при температуре воздуха в диапазоне от плюс 27 до минус 18 градусов и не заметил разницы. Я использовал ткань Oxford Camouflage. По своему опыту скажу, что без пропитки такая ткань практически не влияет на упругость плечей лука. После пропитки ткани эпоксидной смолой лук станет композитным и сила натяжения тетивы увеличится. Как вы видите, плечи моего лука асимметричные. Верхняя 600 мм, нижняя 650 мм, рукоять 310 мм, пазы по 50 мм. Итак, займемся камуфляжем. Для начала надо взять кусок ткани и отрезать все лишнее. Я ориентировался на припуск по 20 мм с каждой стороны. Затем придется воспользоваться клеем. Самый удобный это аэрозольный клей для тканей. Для камуфляжа плечей лука я использовал клей 3М. Для этих целей подойдет 77 и 90. Для камуфляжа фасонной рукояти и полочки дре стрелы я использовал другую технологию. Если вы хотите добиться не только камуфляжа, но и усилить лук композитным материалом, микартой, то пропитайте ткань полимером. И еще лучше клеить ткань прямо на эпоксидную смолу. Для этого надо промазать всю поверхность плеча смолой и дождаться частичной полимеризации, так называемого эффекта скотча. Дальше все так же, как я показываю. На другом луке я продемонстрирую и этот прием. В любом случае, после нанесения клея, следуя аккуратно расправляя морщинки и складки, уложить ткань на камуфлируемую поверхность. И если останется что-то лишнее, то это надо отрезать не дрогнувшей рукой. Ткань можно наклеивать встык и внахлёст. Я выбрал второе. Даже без пропитки смолой, из подрубленного края нитки не лезут. При использовании аэрозольного клея, по мере необходимости, его придется добавлять. Чтобы защитить стол, я подложил лист пергамина. Такой метод монтажа камуфляжной ткани позволяет исправлять огрехи. Если у вас образовался залом или складка, их можно разогнать за счет натяжения ткани в одном месте и разглаживания в другом. Если вы опасаетесь, что адгезия клея недостаточно для надежного удержания ткани на постоянно изгибающихся плечах лука, то подумайте. Я лук использую уже 4 месяца и даже на морозе камуфляж не вызвал нареканий. Пока все просто. Трудности вызывают концы плеча, раструб и седло тетивы. Седлом тетивы аккуратно все сделать не получилось. Остались складки, которые пришлось вырезать. А с раструбом все получилось аккуратно и надежно. Для начала я весь лишний материал запихал в натяг в раструб, а затем пропитал стыд суперклеем. Осталось все лишнее отрезать острым ножом. Ткань накрыла седло тетивы. Поэтому пришлось сделать маленькие надрезы над пазами для тетивы, а затем петлю тетивы промять в них камуфляжную ткань. Работа хотя и примитивная, всего два действия, натяжение и разглаживание, но довольно кропотливая и главное режимная. Дело надо закончить до того, как клей засохнет. Если начал клеить камуфляж плеча, то работу надо вести до конца без пережива. Как видите, при должной аккуратности камуфляж выходит не хуже заводского. Даже при сгибании плечей поверхность остается ровной и складки не образуются. Для того, чтобы ткань пропиталась суперклеем, другими словами проникла в структуру через поверхность, надо воспользоваться кусочком полиэтилена или целлофана и с усилием продавить циано-априлат в глубь ткани. Возможно я не первый, кто камуфлирует глубь тканью. Но для меня это приятное открытие. Кроме очевидного преимущества перед окраской, ткань не облупится. Радует тактильное ощущение. Лук стал приятным на ощупь. После того, как плечи закамуфлированы, можно приступать к камуфляжу фасонной рукояти. Можно было бы сделать выкройку и сшить чулок из камуфлированной ткани, но я пошел по простому пути. А проще обмотки ничего нет. Желательно сделать разметку. Это важно для того, чтобы не закамуфлировать подвижную часть рукояти. Но можно сделать обмотку уже собранного лука. Для начала надо отрезать от полотна ленту. Я использовал ленту шириной приблизительно в 1 дюйм. Затем нанести слой клея на рукоять и начать обмотку. И так виток за витком продвигает до самого конца зоны обмотки. Важно изначально отрезать ленту достаточно длинной. Тут ничего сложного нет. Одного неполного 2-граммового тюбика суперклея мне хватило на всю обмотку. Чтобы у ленты потом не махнился край, ленту следует монтировать с максимальным натягом. И жалеть клей не следует. На конце ленты надо потратить чуть больше клея. И значит есть вероятность, что клей проступит через ткань. Чтобы не приклеить руки к луку, обожмите ткань через целлофан. Камуфляж на полочку для стрелы я тоже решил монтировать на суперклей. Вырезал кусок камуфляжного полотна и постепенно приклеивая его к полочке, делал выкройку. А именно в нужных местах делал прорези и отрезал все лишнее. Прежде чем наклеивать ткань, я демонтировал щетину. Заодно порадовался, что я ее предусмотрительно закрепил разъемным методом. На маленькие шурупы. Наклеивая ткань на внутреннюю поверхность полукольца, я неизбежно уменьшил его диаметр. Поэтому пришлось потом подгонять диаметр полукольца под исходный размер, уже после завершения монтажа камуфляжа. Осталось привинтить на место шурупы для фиксации, полочки для стрелы и камуфляж готов. Подробное видео про изготовление этого лука вы найдете на моем канале, либо кликнув на эту ссылку. И еще по ПВХ тематике рекомендую видео про изготовление отформованных ножен. Но особенно я доволен своим чехлом для топора. За месяц путешествия по ладошским скалам чехол надежно сохранил режущую кромку топора. Если вы разделяете мнение о том, что инструмент должен быть острым, то рекомендую посмотреть видео, как затачить топор и сделать точилку. Видео про свои луки я наснимал много, но монтаж занимает много времени, а интересы у меня разные. Если это видео вам понравится и вызовет отклик, то я продолжу монтировать свои видео о лучной тематике. Думаю, следующее видео должно быть про изготовление тетивы и стрел. Надеюсь, видео вас не разочаровало. Жду от вас вопросов и конструктивной критики.